Здравствуйте, дорогой зритель! Меня зовут Нарек МЛН, я аспирант первого курса факультета ВМК МГУ имени Ломоносова. Сегодня мы хотели бы обсудить с вами довольно интересную область искусственного интеллекта, а именно обучение с подкреплением. Итак, что же является обучением с подкреплением? Многие уже слышали, что является просто обучением с помощью нейронных сетей. Давайте рассмотрим на примере классификации кошек и собак. Для того, чтобы обучить нейросеть решать данную задачу, нам необходимо собрать набор данных, где у нас будет огромное количество фотографий с кошками и огромное количество фотографий с собачками. После чего, подавая нейросеть данное изображение, она учится отличать кошек и собак. Что происходит в этот момент? Подавая первоначальное изображение кошек и собак, у нейросети довольно много информации. Например, что происходит на фоне. На фоне трава, возможно, мячик, с которым играет домашнее животное. Эта информация для нас нерелевантна. Мы пытаемся из изображений вычленить те признаки, которые относятся к отличительным признакам именно кошек и собак. Шерсть, уши, вытянутость носа. Что происходит? Мы сжимаем изображение до минимально нужной информации для того, чтобы отличать кошек и собак. Этот процесс называется обучение с учителем. Как же мы учимся в ходе обучения с подкреплением? Мы используем метод пробы ошибок, многим мне любимый, который они используют в повседневной жизни. Даже школьники с ними очень хорошо, я думаю, знакомы. В процессе обучения они довольно-таки часто прибегают к данному методу. И, как мы знаем, изначально у нас какие-то знания о том, что необходимо сделать, отсутствуют. И когда мы предпринимаем какие-либо действия, мы получаем от внешней среды ответ. То есть это наше действие привело к хорошим последствиям или плохим последствиям. И в ходе такого процесса, метода пробы ошибок, мы сможем сделать вывод о том, что мы будем делать. И вот эта последовательность действий будет называться стратегией. Рассматривая, опять-таки, методы обучения животных, а именно дрессировку, многие, у кого есть домашнее животное, прибегали к дрессировке с помощью лакомств. То есть, например, если мы хотели, чтобы наша собака выполняла команды «лежать, сидеть», мы давали ему лакомство после того, как после наших слов он совершил нужное действие. Тем самым мы животное награждали. Когда же животное совершало неверное действие, мы его не награждали, не давая лакомства. В принципе, обучение с подкреплением имеет схожий процесс. Просто в отличие от дрессировки, он описан более формально с помощью математического языка. Итак, обсудив вот эти моменты, мы можем выделить основные концепции, которые присутствуют в обучении с подкреплением. А именно, это у нас существо, которое будет выполнять действие. Мы его будем называть агентом. У нас есть среда, в которой наш агент выполняет действие. И взаимодействие между агентом и средой называется наблюдением. После наблюдения агент выполняет действие. После совершения действия в среде происходят изменения. Данные изменения наш агент опять-таки видит. Но при этом, так как у нас уже устроен вот этот процесс обучения, агент получает награду в зависимости от того, какое действие он совершил. Итак, смыслом жизни нашего агента является максимизация награды, которую он получит. И как это можно формально описать? Математически это можно описать как сумма всех наград, полученных на каждом шагу. Шагом же являются вот эти три этапа, которые мы уже обсудили. А именно наблюдение, действие и получение награды от среды. Вот эта функция награды позволяет нам получить стратегию. При этом надо отметить, что стратегия будет являться долгосрочной, так как на каждом шагу мы действуем при равных условиях, и награду получаем тоже при равных условиях. Получается, что чем дольше мы действуем, проводим больше шагов, тем больше наша награда. Тем самым у нас строится долгосрочная стратегия. Что если мы хотим получить краткосрочную стратегию? Мы можем на каждом шагу умножать нашу награду на какой-то коэффициент, который будет с течением времени уменьшаться. Для этого вводится множитель гамма, и то, что он с каждым шагом будет уменьшаться, мы его будем возводить в степень t. При этом, так как гамма лежит в интервале от нуля до единички, чем больше степень, тем меньше число. Тем самым мы получаем краткосрочную стратегию. Еще есть философский аспект краткосрочной стратегии, то, что наша жизнь когда-то кончается, и нельзя строить бесконечную награду, нельзя составлять стратегии на бесконечный срок. Надо всегда закладывать то, что время ограничено. Рассмотрим простой пример игрушечный с роботом. На клетке с игрой, которую вы видите сейчас перед вами, в левом нижнем углу робот, он находится на клетке начала. Его конечная цель — дойти до клетки конец, в правом верхнем углу. По клеткам расставлены бонусы в виде плюс один, минус один, в которых, если робот на эти клетки наступит, он получит, собственно, вот этот бонус в виде плюс один или минус один. И цель робота — пройти весь путь от начала до конца, собрав как можно больше бонусов. И для того, чтобы робот у нас не гулял по всей поверхности, мы введем штраф в виде минус 0,4 на каждом шагу. Это позволит понять роботу, что не надо гулять по всему полю, а надо находить наиболее кратчайший путь. Также введем понятие детерминированного мира и стахастического мира. В детерминированном мире, если мы делаем какое-то действие, то со стопроцентной вероятностью это действие произойдет. К сожалению, мы живем в стахастическом мире, где это не так. И в стахастическом мире, если мы захотим сходить наверх, то мы сходим наверх с вероятностью 80%. При этом у нас есть вероятность сходить направо и вниз с вероятностью по 10%. В детерминированном мире очевидно, что оптимальной стратегией является просто пройтись по кратчайшему пути. Если же речь идет о стахастическом мире, то мы также можем сделать стратегию кратчайшего пути, но с условием, что если мы находимся возле клетки со штрафной минус единичкой, мы хотим ее избежать. Поэтому возле нее мы не совершаем действия вверх. Давайте рассмотрим теперь пример игры на лодках. В данной игре необходимо первым прийти к финишу. Почему? Потому что если вы придете первым к финишу, вам дадут много баллов. Конечной целью игры является максимизация баллов. При этом на поле игры, в ходе игры, в ходе гонок, расставлены ящики с бонусами. И если лодка их соберет во время гонки, то оно получит дополнительные баллы. И в конечном итоге первое место выдается не тот, кто пришел первым, а кто больше всего набрал итоговых баллов. В принципе, довольно классическая среда в обучении с подкреплением. У нас есть замкнутая среда, это гонки. У нас есть агенты в виде лодок. И у нас есть конечная цель – максимизация бонусов. Но при этом, в ходе экспериментов выяснилось, что если в такую модель подать на обучение, то агент выяснил, что можно не приходить к финишу. То есть он понял, что если он придет к финишу, то игра закончится, и больше баллов нельзя будет набирать. И он заметил еще дополнительную интересную особенность этой игры, что ящики с периодичностью в несколько секунд появляются. Поэтому он разработал стратегию, где он крутится, собирая три бонуса, лежащих рядом. И в то время, как он делает вот такой маленький круг, эти бонусы появляются. Таким образом, он может бесконечно наматывать круги, собирая бонусы. И, как выяснил агент, таким образом можно собрать бесконечное количество баллов, что лучше, чем первым прийти к финишу. Эту особенность нам необходимо в обучении с подкреплением учитывать. Почему? Потому что если мы будем проектировать модели для взаимодействия с социумом, например, нельзя допустить того, что в задаче с автономным автомобилем нашей наградой была бы, например, минимизация времени доставки человека из пункта А в пункт Б. Почему? Потому что он может по ходу задавить людей, и это является не самой оптимальной стратегией для данной ситуации. Поэтому к проектированию награды, функции наград, надо подходить особенно тщательно. Я учусь на графического дизайнера, и моя деятельность связана с креативностью. Возможно ли искусственный интеллект обучить креативности и так далее? Да, в целом, опять-таки, есть довольно развивающаяся область machine learning in arts, что в переводе на русский машина обучения в искусстве. И люди пытаются сгенерировать различные необычные изображения. Не буду рекламировать конкретные студии, но некоторые студии, которые занимаются дизайном, уже вовсю используют нейросеть. И несколько месяцев назад искусственная сеть за деньги генерировала дизайн-коды. При этом данная студия не рассказывала, что дизайном занимается не человек, а искусственная сеть. И люди с удовольствием покупали решения, произведенные нейросетью, все были довольны. Так что мы сейчас это уже наблюдаем, но так как эта область развивается, мы можем в дальнейшем увидеть более креативные подходы к применению нейросетей в искусстве. Несмотря на то, что область искусственного интеллекта с обучением, с подкреплением является довольно немолодой, интерес к ней начал нарастать за последние 5-7 лет после выхода ряда интересных статей. Одной из таких статей является исследование движения двух ног. А именно, у нас разворачивается среда, в которой агент с определенной конфигурацией мышц должен пройти наибольшее расстояние. При этом у него только две ноги. Задача в данной среде пройти наибольшее количество расстояния. В чем же сложность? Сложность в том, что один и тот же агент, интеллект, может вселяться в разные тела. И эти тела могут быть построены по-разному. Это может быть полный человек, худой человек, высокий человек. Это может быть и вовсе не человек, а, например, страус. Может быть какое-то фантастическое существо. Оно может ходить по разным гравитациям. Гравитации Земли, гравитации Луны. При этом в агенты могут кидать разнообразные вещи с различной массой. Не обязательно, что пол, по которому идет наш агент, ровно. Там могут встречаться различные препятствия, уклоны. И нам необходимо обучить одну единственную модель, которая, вселяясь в различные тела, способна будет ходить чем дальше, тем лучше. Ученым из DeepMind, в принципе, решить эту задачу удалось. Но после выхода этой статьи, где они описывают свои решения, начался ажиотаж в этой области. На сегодняшний день обучение с подкреплением используется для создания ботов в различных играх. Но не только в играх. Например, одной из такой довольно известной статьи является статья о исследовании оптимальной стратегии прыжков для спортсменов. Все мы смотрели Олимпийские игры и видели, как спортсмены пытаются без шеста прыгнуть на наибольшую высоту. Уже несколько десятилетий спортсмены пытаются разработать стратегию прыжка. То есть, в какой момент, как сделать шаг, как подпрыгнуть. Все эти аспекты спортсмены учитывают для того, чтобы прыгнуть наиболее высоко. Но ученые, создав модель со средой, где есть агент, который должен прыгнуть выше всего, если он прыгнет, не задев планку, он получает награду. Обучив такую модель в течение нескольких недель, ученым удалось воспроизвести все стратегии, которые спортсмены разрабатывали в течение многих десятилетий. Недавно был проведен эксперимент, в котором сильно упростили модель экономики до того, что у нас есть агенты, люди, которые могут получать ресурсы, а именно дерево и камни, обмениваться деревом и камнями, продавать их, строить из них дом. Дома они тоже способны продавать. При этом у нас есть регулирующий орган, который преследует цель соблюдать баланс между доходами, сделать так, чтобы у нас не было слишком богатых и слишком бедных. При этом нам надо соблюдать баланс продуктивности людей. Мы не хотим собирать слишком много налогов, потому что если мы будем собирать слишком большие налоги, то людям незачем будет работать, продуктивность у них упадет, и в целом это повлияет на благополучие всей среды. Необходимо разработать такую стратегию сбора налогов, чтобы данные баланса учитывались. Что мы можем сделать? Вместо того, чтобы проводить различные эксперименты на живых людях с различными ставками налогов, мы можем эту модель подать для того, чтобы с помощью обучения с подкреплением разработать набор стратегий. И так как это у нас замкнутая модель, мы можем уже конкретно даже посчитать цифры, которые получены в ходе эксперимента. Итак, что же выяснилось? Выяснилось, что если сравнивать американскую модель, модель свободного рынка, модель французского экономиста Эммануэля Сееза и модель, разработанную с помощью искусственного интеллекта, выясняется, что баланс между продуктивностью и ставкой налогов лучше всего соблюдается именно у модели, разработанной искусственным интеллектом. Она в реальности пока что не применяется, потому что данный эксперимент был проведен буквально полгода назад, но тенденция к тому, чтобы разрабатывать экономические модели с помощью нейросетей в ходе обучения с подкреплением, такая тенденция существует. В заключение скажу, что вся наша жизнь — игра, поэтому обучение с подкреплением будет играть немаловажную роль в будущем. Оно позволит проводить различные эксперименты в области медицины, в области транспорта. В целом, оно позволит разрабатывать различные стратегии, не прибегая к высокоуровневым специалистам, потому что теперь необходимо лишь описать среду, упрощенную модель взаимодействия, и провести ряд экспериментов с помощью обучения с подкреплением. Через месяцы работы нейросетей мы получим уже неплохие стратегии на уровне высококлассных специалистов. Мы ждем нашего зрителя в рядах специалистов по машинному обучению искусственному интеллекту для того, чтобы привести нас в светлое будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова